Я не удивлюсь, если когда-нибудь полицейский, когда увидит меня за рулем, остановит меня и проверит меня. Это нормальная практика, пожалуйста. Перед законом все одинаковые. Что ты депутат парламента, что ты примар, что ты рядовой гражданин. Мы все участники дорожно-транспортного движения. Мы обязаны соблюдать законы правила. Нельзя пьяным садиться за руль. Михаил Макарович, Георгий Ахмажир назвал этот инцидент заказом режима в фронт-зал. Политический заказ. Есть этот политический заказ или нет? Ну, если верить тем кадрам, а я смотрел эти кадры, то, что журналисты показывают, в таком состоянии, в котором это интервью давалось, там не только политический заказ, но там можно и приплюсовать, и происки мирового империализма. Ну, было видно и явно, что нельзя в таком состоянии садиться за руль. Это неадекватное поведение. Но я не исключаю такой вариант, что та партия, в которой состоит господин Арманжи, попытается оказать заявление на работников полиции, но не думаю, что это удастся сделать. Безнаказанно не получится. Ну, один раз этот инцидент прошел безнаказанно, не могли его найти, машина разбита. Но сколько веревочкой не видится, конец в любом случае будет. Тот человек, который регулярно употребляет спиртной напиткой, садится за руль, рано или поздно любой гражданин будет пойман. Рано или поздно вопрос времени и вопрос в том, состоится авария, будет авария и какие будут последствия аварии. Поэтому мой совет всем участникам дорожно-транспортного движения прекратите. Если вы даже были в гостях, употребили, позвоните, вызовите своего друга, соседа, брата, свата, кто водитель. Пусть он вас на вашей машине отвезет домой.